Рисование правого полушария Рисование правого полушария Рисование правого полушария Рисование правого полушария Краски, у кого сухие, то нужно взять одну треть крышечки, налить и размешать. Краску нужно размешать до густоты сметаны. Можно вытереть и размешивать и продолжать так же. Все, у нас готово. У нас есть бумага. У нас есть краски, вода и кисточки. Ну что, ребята, давайте тогда начинать. Так, ребята, мы взяли бумагу и кисть. Кисть должна быть плоская и широкая. И мы сейчас будем эту бумагу грунтовать. То есть мы берем белую краску, кисточку мочим в стаканчике. Можно ее немножко отжать. Белую краску и просто закрашиваем бумагу только в одном направлении. Это называется грунтовать. Если кисточка суховата, то можно ее немножко намочить. Сильно мочить не надо, потому что очень долго сохнет будет рисунок. Я считаю, что рисовать, ребята, может каждый. Было бы желание и чуть-чуть терпение. Поэтому давайте мы наберемся терпением. И я уверена, что у вас получатся у всех прекрасные рисунки. Рисунки получаются у всех разные. Но они всегда получаются. Кто старается? У кого бумаги такой нет, можно рисовать и на простой бумаге, на альбомном листе. Только ждать, когда высохнет рисунок. Будет подольше. Так, все, ребятки. Только вы поняли, да? Грунтуем все в одном направлении. То есть вот так вот и вот так не надо. Так, рисунок будет совсем трудно получится. Так. Так, вы видите, да? Я листочек запрунтовала. Дальше. Дальше мы пока кисточку ставим в другой стаканчик. И берем тоже плоскую кисть, но немного поменьше. Берем желтую краску и ставим точки. Ну, у художников это называется кляксы. Просто точки. Хаотично в любом. Это все на всем листе. Сильно густо не надо. Ну, как будто капельки дождя. Вот художники это называют кляксами. А мы это назовем просто точечками. Так. Все. Потом вытираем кисть. Ну, вытираем. И берем красную краску. Красной краской мы будем ставить точки от середины. Вот такая рябая картинка у нас получилась. Потом берем кисть широкую, как плоскую. Макаем ее в воду. Немножечко. И белой краской. И начинаем все наши точечки растушевывать. Тут можно макнуть. Тут уже водичка нужна. Только не сильно, не переборщить. Чтобы не размазать. Будет долго сохнуть рисунок. Вы видите, что я все делаю в одном направлении. Торопиться не надо. Все делаем аккуратно. То есть мы творим. Получаем удовольствие, расслабляемся. Все точечки, которые у нас клярк здесь, нужно хорошо-хорошо растушевать. Теперь смотрим. У нас даже границы не должно такой быть. Поэтому по границе мы еще раз пройдем. И у нас получается. Вот еще немножечко. У кого мало красного, можно добавить, можно растушевать. Не бойтесь, рисунок испортить нельзя. Это пулаш. Ей можно все поправить. То есть вот мы растушевали. И у нас получился фон. Видите, границы я еще раз прошла, чтобы они были плавные переходы. Дальше мы берем кисть, которая поменьше. Берем палитру или можно разовую тарелочку. Добавляем туда желтой краски и красной. И у нас получается оранжевая. Давайте поярче сделаем. Оранжевая яркая, ярко-оранжевая. Сейчас мы будем рисовать облака. Облака у нас рисуются, давайте я вам покажу на листочке, на другом. То есть мы ведем линию, но линия, она не прямая, а как бы немножечко прерывистая. И облака, они никогда не бывают одинаковые. Поэтому мы... То есть мы линию делаем, как бы немножко пунктирную и прерывистую. То есть мы ее вот так как-то делаем. То есть краски много не берем. То есть они хаотичны, не надо ни в какую линию выставлять. То есть вот мы взяли и просто как бы накидали. Так, наверное, надо немножко добавить краски. Тогда она будет немножко лучше. Потом мы их растушуем и получится облака. Видите? Потом мы берем немножечко водички. И как бы немножечко растушуем. Так, вы поняли, да? Что облака все бывают разные. Одинаковых не бывает. Линию их выстраивать не надо. То есть это небо. Давайте представим, что у нас здесь плывут облака. Берем и начинаем. Они все разные. Какой-то больше, какой-то меньше. Все неправильные формы. Так, чтобы облака у нас были более реалистичные, моем кисть. Отсушиваем ее, чуть-чуть добавляем белой красочки и начинаем их растушевывать. Чтобы у нас было как будто солнышко попадает в облака и отсвечивает. Такие интересные облака у нас получились. Здесь ничего сложного нет. У каждого облака будут свои. Дальше. Теперь мы берем толстую кисть, плоскую, немножечко отжимаем и берем черную краску и немножечко зеленой, совсем чуть-чуть. Давайте чуть-чуть возьмем, чтобы цвет был не такой черный, чтобы был с подсветкой зеленого. Все это мы смешиваем. Видите, получился такой. Она вроде черная, но чуть-чуть отдает зеленую. Кисть мы немного промакиваем и начинаем рисовать землю. Берем одну четвертую и проводим просто прямую линию. Не бойтесь, если даже она не получится прямой, ничего страшного. И затушевываем. Это у нас будет земля. Все. Ровненько. Дальше. Это же краска. Кисть. Мы ее просто, я даже не знаю, берем вот такими движениями, мы ее лохматим. Чтобы она была лохматая, лохматая. И будем делать контуры кустов. Вот таким движением. То есть вы поняли. Называется как бы примакиваем. Ну как бы немножко мы тычем. Вот все. Но кисть, она должна быть разлохмаченной. Все. И мы рисуем кусты. Они все разные. Форму можно создать какую вы хотите. Только не надо сплошняком, они же как бы отдельно у нас. Все. Вот это у нас земля получается. И на нем контуры кустов. Форма, она должна быть просто хаотичной. Не надо не делать никаких этих прямых линий. Просто примакивание. Поняли, да, ребят? Вот таким. Дальше. Дальше моем кисть тщательно-тщательно. Вытираем. Тоже мы ее вытираем. Теперь мы будем рисовать солнце. Солнце, которое садится, оно где-нибудь будет посередине нашего рисунка. Вот серединку найдете. Но если вы сдвинете куда-то, ничего страшного. Но все-таки старайтесь где-то вот найти середину и там нарисовать. Рисовать будем толстой кистью. Если у вас не получилось, не получилось какой-нибудь неправильной формы. Тоже у кого... Кто как видит это солнышко? Кто-то видит его больше, кто-то меньше. Но совсем маленьким, конечно, не надо. Так. У нас получилось... Давайте побольше сделаем. Потому что оно близко к горизонту. Поэтому на горизонте мы можем побольше. Так как у нас получились здесь четко выраженные линии, я бы еще раз прошла белой краской, чтобы затушевать это все. Берем и уже таким более нежными движениями, более плавными мы его закрашиваем еще на один раз. Ну вот оно у нас получилось как бы поярче и линии не столь ярко выражены. На солнышке можно нарисовать горы. Там солнце оно не бывает чисто белое. Поэтому давайте что-нибудь такое с краешку затушуем немножко желтым. Желтым не надо ярко выбрать. Поэтому берем чуть-чуть, совсем чуть-чуть желтого. Так как бы размазываем, можно с белым смешать. Оно должно быть бледно-бледно-бледно-желтым. Что-то я пробую, видите, оно получается совсем бледненьким должно быть. Чтобы просто оттенялось. Как будто там на солнышке тень. И берем по краешку, рисуем неправильные формы. А у нас будет такой немножечко-немножечко желтый. Вот так вот оно. Просто оно все чуть-чуть поярче. Все, тушевать не надо. Дальше, ребят, мы будем рисовать дерево. Я просто рекомендую, что рисовать удобнее, если ты перевернул рисунок. Вот когда ты его перевернул, то рисовать ветки оно будет удобно. И берем тонкую кисть. Берем тонкую кисть и нашу черно-зеленую краску. Деревья, вы представляете, какие, да? Сначала идет ствол, потом идут ветки. Ветки обычно сначала потолще, потом потоньше. Ну, где мы вот здесь дерево нарисуем. Тоже берем серединку от солнышка уже и начинаем рисовать ствол. Ствол тоже не бывает, ребята, прямым, правильно? Он тоже бывает, как бы немножко расширен книзу, а сверху, ну, как-нибудь не совсем правильной формы. Когда прямой, бывает прямые стволы, ну, кому нравится, можете нарисовать просто прямые стволы. Все, вот мы нарисовали. Дальше. Дальше у нас должны пойти ветки. Дальше. Нитки. Они тоже уже как бы в сторону отходит. Они сначала толще. А чем дальше они все толще и толще. Давайте они будут находить на месте. Наши солнышко прикрывательное. Дальше. Тут одна ветка, потом идет другая ветка. Каждый, как видит, так и рисует. Ребят, здесь ничего страшного. Деревья тоже, они все разные. Одинаковые деревья. Просто не бывает. У вас получится другое. Главное, чтобы они, вот, ветки, как нарисовала. Там заходят такие вот сюда. Неправильные формы. Они как бы немножко изгибаются. В эту сторону. У нас такое ветвистое дерево. Получается здесь потолще снизу. По тоньше, тоньше, тоньше. Потом поправим веточки. Главное, нарисуйте контур. Пускай у нас такое ветвистое дерево, что мы сюда уходим. Не пугайтесь. Я же вам говорю, это гуашь. Здесь все-все-все можно поправить. Ну, тут можно и висы, и веточка такая. Так. Так. Вот здесь вот так. Какое ветвистое дерево у нас получается. Вот у нас получается дерево. Кому сложно, можете закрыть глазки и представить это дерево. Тогда будет все у нас получится. Так. Так. Весь кисточку нам, конечно, потоньше брать немножечко. Так. Ну, ладно. Здесь у нас как бы разбаивается. Пускай вот такой вот дерево. Здесь мы подправим немножечко. Все. Мы когда переворачиваем, мы уже увидим, что он у нас неправильно. Правильно? Мы уже видим, что нужно поправить. Рисуем. Каждый рисует так, как тебе представляет это дерево. Кисточку. Кисточку. Так. То есть оно немножко насули, немножко волосаки воню закроет. Так. Может оно большое или листые. Так. Так. Ну, наверное, достаточно. Дальше. Ох. у кого что то не получилось в принципе уже доделайте сейчас если вы видите где то хотите еще поправить веточку потому что потом уже дальше берем толстую кисть ее тщательно моем помните я вам рассказывала прием когда мы лохматим кисточку мы ее макаем черную краску и начинаем на листочке ее лохматить мы ее разнохматили попробуем примакнуть нам не надо чтобы было очень ярко нам нужно бледно это мы будем рисовать листья так все достаточно и теперь таким же методом мы рисуем листья то есть мы по всем веткам начинаем делать листья не надо сильно черно чтобы закрашивать сквозь листья должно видно быть солнце это наше небо солнце поэтому это вот чисто примакивание не переусердствуйте иначе дерево не бывают кусты сквозь листву все равно просвечивает ну вот такое дерево у нас получилось теперь берем маленькую кисточку ну чтобы как-то немножечко оживить нашу картинку давайте нарисуем птичку птички они рисуются очень просто ну на листах у каждого должен быть листочек чтобы можно было попробовать чтобы не сразу на рисунке они рисуются как галочка то есть вы поняли да галочка желательно потоньше и краски поменьше то есть если вы махнули кисточку в краску то ее чуть-чуть уберите тогда будет поаккуратнее все то есть вы поняли да еще раз показываю то есть у нас получается птичка то есть это получается галочка вот таких птичек мы нарисуем сейчас на этой чтобы здесь не было пусто рисуем ну много не надо 5-6 штук можно рисовать которые поближе они покрупнены не знаю куда они летят вот такая картина у нас получилась и